Вот нашел такую программку генератора для андроида. Тут можно выбирать синусоида, прямоугольник и вот тут меандр сам громко пищит. Тут скважинность можно выбирать, вот 50%, вот 49,9%, вот 49,7%. Это как бы не надо мучить. У нас филография была, желательно посмотреть. 51,7,6, 2, 51,0, 59,7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Вот скважинность. Вот тут эту кнопку нажимаешь, вот частота. Тут BIAS какой-то, тут амплитуда какая-то, амплифия или что-то, не знаю. Тут фаза норм градусов, но два канала как-то, что-то не нажимается. А это первый канал. Еще модуляцию можно задать, вот амплитудную. Амплитудную. Афм, амплитудную. Афм, амплитудную. Лев-трайкт. Вот канал. Вот звук одного канала, лев-трайкт. Вот голум написано 100% обе. Только один канал. Второй канал. Фринкуйти. Частота 348,86 Гц. Теперь вот понижать. Очень плавно можно понижать. А если вот так держать, так очень плавно понижает. Вот 28, 27, 327, 326, там вот циферки бегут. 325, это очень долго ждать, чтобы понизить. До 50 Гц его теперь побыстрее идёт. 222, 210, 232, 191, 175, 164, 150. 70. 70. 50, 656 Гц. При таких низких частотах можно использовать генератор. Вставить в разъём ди-аудио наушники. Потом, там мне кажется где-то 3 В там сигнал будет. потом может это может и 5 там громче сделаешь на 5 где-то воль дойдет потом на драйвер это все пустить драйвер это сделает крутые фронты все нормально сделает не будет очень жесткая чистота очень такая цифровая точно и не будет плавать как бы агруин это самое я бы сказал сама что на друге но только тут попроще только можно при низких частотах тут уже если например 15 килогерц делать так потому что сигнал будет искривляться в принципе если на драйвер подать на ревер все равно все уладит поэтому нужно и даже и на 15 килогерц попробовать еще но зато не можно будет думать там скважинность она может быть очень как бы не очень прыгать потому что там уже сильно искаженный сигнал будет где-то вот до 8 килогерц можно так еще использовать вот этот генератор тут наверно с очень четкая скважинность чистотой и второй канал нужно на силу играть все посмотреть тут вот как я понял а тут только что тут подстраивать трудно чистоту нужно как-то делать чтобы они были привязаны однако другой чистоте потому что тут они не привязаны то есть один например будет на одной частоте одно плечо работе а как это сделать я не знаю тут какие то даже мегагерц и не потянет мигерц вот если бы тут был бы наверно как-то можно переделать один канал чтобы сделать два канала чтобы для плашпула но я не знаю как это сделать тут один мягкий инверсий ну теперь буду повышать частоту вот один килогерц шесть килогерц вот 7 килогерц 19 килогерц вот там уже мне кажется искажается на этом слайде на синусе можно легче на синусе не слышно ничего 11 килогерц если однотактным пользоваться где-то надо или чтоб если есть такие штуки которые из одного сигнала переделывают в двутактный в двухтактный тогда хорошо фаза 0 так вот мне интересно как связать эти каналы есть ли тут такая функция чтобы более 2 канала и их связать и чтоб на 90 градусов вроде по-моему тут у меня еще экран маленький как для вас наротворачивается в буквями 12 килогерц 24 килогерц 12 килогертов 4 килогерца 5 килогерца 6 килогерта Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот функционный генератор. Если только знать как переделать одноканальный сигнал в двухтактный. То есть однотактный и двухтактный. А теперь что-то. Двука почему-то нет. А вот та вот надо. Двука почему-то не может. Двука почему-то не может. Но на 20 мг. Больше не может. Двука почему-то не может. Потому что тут. Опс. Думаю это всё. Я думаю где-то 10 кВц максимально может использовать. Потом если драйверы поставить не всё равно. Поставить не всё равно потом сделает чёткий меандр из любого сигнала. Поехали. Опа. Опа. Топите ангерзи, на сену все почти не слышно.